Всем добрый день! Сегодня мы находимся в городе Девенпорт в строящемся комплексе и мы хотим немножко показать вам одну из моделей, которая находится на территории этого комплекса и Алена Николь нам немножко об этом расскажет. Всем привет! Вообще наша причина приезда в этот комплекс немножко другая сегодня. Здесь вот видите лежат планы, планы строящегося дома. Как раз я жду застройщика. Счастливых обладателей? Да, счастливых обладателей. Они не могут здесь быть, они находятся в другом штате. Покупка дистанционная и я сегодня присутствую за них на так называемый pre-construction митинг, когда мы проходимся по всем планам. Я сейчас приедет застройщик, я вызову своих клиентов на видеосвязь и мы вместе будем проводить вот эту встречу, проходить по всем выбранным моментам дома, все что они выбрали, заказали, чтобы для них построили. Сейчас такой уточняющий момент, то есть застройщик получил уже все разрешения настроить на строительство их дома и они хотят просто убедиться, что все правильно и они строят правильный дом. Вот в принципе так. Пока я жду вот застройщика, Галина попробует вам показать эту модель. Потом, когда мы закончим, мы можем проехать и просто показать вам комплекс немножечко. Если есть какой-то дом, который строится, мы зайдем, попробуем вам его показать в момент строительства, чтобы вы видели, что все-таки используется блочная конструкция здесь. Вот. А вообще день у нас сегодня очень длинный, тяжелый. Мы еще с Галиной сегодня уезжаем в Тампо и там у нас, кстати, будет записано видео о налогообложении иностранцев, которые купили недвижимость здесь. Так что следующее видео обязательно посмотрите. Ну это как анонс. Итак, мы находимся на первом этаже этого дома, этой модели. Мы... Так, что мы видим? Это помещение для стиральной и сушильной машины. Такое небольшое, но очень важное помещение. Что здесь? Это гостевой туалет. Поднимемся на второй этаж. На втором этаже находится вот так вот одна спальня. Очень уютная, небольшая, то есть встроенные шкафчики, как и всегда в американских домах. Туалет, ванна. Что за этой дверью? За этой дверью находится еще одна спальня. Я так понимаю, эти спальни для... Ну, как детские спальни. Небольшие буквально на одну кровать. Общий холл. Третья спальня. Спальни все по размеру примерно одинаковые, небольшие. Скорее всего, мастер, поэтому будет большая. Где она здесь найти бы? Ну, видимо, она на первом этаже, но на первом этаже вы видели там сейчас покупатели, там как бы людно. Так, это туалет, ванна. Такая очень своеобразная дизайн дома. Это кабинет, я бы так сказала, кабинет. Хотя можно сделать еще одну спальню из этого помещения. На втором этаже везде карпит, видимо, для того, чтобы приглушить звуки шагов. Итак, второй этаж вы посмотрели. На первом этаже я пока не могу вам все показать, поскольку там покупатели находятся. И немножко поясню, что сейчас здесь происходит. Покупатели, которые купили дом, дом купили аналогичной вот этой модели на территории вот этого комплекса. Покупатели не находятся в нашем штате. То есть они купили этот дом, построили удаленно. И сейчас Алена по их просьбе проводит встречу с застройщиком, чтобы обсудить какие-то детали там. Что касается строительства, отделки дома, дизайна. То есть можно построить себе дом удаленно. Там общение происходит по скайпу. То есть, я думаю, вы слышите, Алена им переводит. Вот это вид такой. И спереди от гаража до дорожки пешеходной будет 20,5 фитов. И сторона дома передняя, где нет гаража, будет 37 фитов. Что у нас здесь? Здесь находится кондиционер. Вот так вот он выглядит. Достаточно бесшумный. Достаточно бесшумный. В отличие от моего кондиционера, который в тарахте как трактор. Итак, строятся дома. Идет активная застройка этого комплекса. Вот там вдали вы видите, дом возводится с нуля, так сказать, с фундамента. И мы подъехали к модели. То есть, дом готовый под ключ, с дизайном, с мебелью. В который каждый из желающих может зайти и посмотреть, что и как внутри. Здесь находится офис застройщика. И, собственно, вход в саму модель. Вот так вот она выглядит. Вокруг готового дома сразу же укладывается газон. Это входит в стоимость дома. То есть, ландшафтный дизайн вот таким образом покупателям дома уже оплачен. Вот Алена ведет встречу с застройщиком для своих покупателей. И параллельно она переводит то, что он хочет донести до своих клиентов. В такой же идее, как и отель мы выбрали с вами. Все это происходит по скайпу, как вы уже поняли, наверное. То есть, это очень удобно. Покупателю не обязательно присутствовать на этой встрече. Хотя, очень важно для него, чтобы он знал все детали строительства своего будущего дома. Вот, собственно, я сейчас покажу вам мастер-бедрум, который находится на первом этаже. Достаточно большая комната. Комната. Ванная комната. Душевая кабина. Большое помещение для одежды. И, собственно, туалет. Вы, наверное, слышите, как Алена проводит инспекцию и показывает, чтобы покупатели имели представление, где что у них будет, где окна, где двери. Нет, на первом, на первом этаже в хозяйской спарине. Может быть, вот стена напротив кровати. Офисе. Но кейбл-чатк, а кейбл-чатк, а кейбл-чатк, а сфу-чили. Я. Это я вам показываю кухню. Вот, пожалуйста, кухня. Что сюда входит? Мойка. Гранитные столешницы. Посудомоечная машина. Но это обычный набор. Холодильник. Кстати, хорошая фирма. 10 лет гарантии. И все такое. С сатуратором. С подачей воды и льда. Здесь, как мы видим, газ. Газовая плита. Над ней микроволновая печь. Она же вытяжка. Также везде гранитные столешницы. Небольшой столик для компьютера. Здесь часто такое бывает. На кухне, если позволяет место, делают небольшой рабочее место. Достаточно большой порч под скрином, то есть от насекомых сетка. Там дальше может быть бассейн, все что угодно, насколько позволяет земельный участок. Так, ну вот мы сейчас закончили нашу встречу с застройщиком. И еще раз, наверное, немножечко я поясню, что произошло. Значит, мои клиенты находятся в другом штате. И приехать они на эту встречу не смогли. Поэтому присутствую всегда я на этой встрече. Вывожу своих клиентов на видеосвязь по возможности. И мы начинаем как бы нашу встречу. То есть мы проходимся по всему, что мы выбрали. Сюда входят любые изменения, которые мы сделали с домом в плане именно конструкции. То есть мы добавили хозяйскую спальню на втором этаже. Мы увеличили спальню хозяйскую на первом этаже. То есть мы сделали вот эту дополнительную такую комнатку, где можно поставить диванчик и телевизор, еще что-то. Мы сделали порч, который будет вот так вот закрыт. Вот он здесь как раз есть. Я думаю, что Галина уже снимала это. То есть он закрытый порч, и потом можно его сеткой загородить от комаров. Мы прошлись по цветам кабинетов, по цветам столешниц. Мы прошлись по всем выключателям, сколько их должно быть. Мы прошлись по всем вот этим лампочкам дополнительным, которые мы заказали. Лампочки над столешницей остров, который на кухне. Мы прошлись по цвету дома, снаружи и внутри. Мы заказали здесь, например, в этом доме все умывальники, чтобы они были более высокого размера, по высоте. То есть здесь стандартно низкие. Мы заказывали более высокие. Мы прошлись по тому, какой холодильник мои клиенты получат на кухне. Какие будут другие бытовые, другая бытовая техника здесь будет. То есть мы прошлись абсолютно по всем пунктам, которые мы поставили, когда заключали контракт на строительство этого дома. Как бы все уточнили, все выяснили. И, кстати, вот эта встреча, она очень, кстати, всегда обычно полезна. Потому что даже сегодня мы нашли несколько пунктов, которые застройщик не увидел. И мы уточнили это. И он пометочку сделал, что это должно быть. Поэтому это важно. Теперь, так как уже все разрешения на строительство получены, застройщик начинает строить этот дом. То есть мы сейчас с вами 24 августа 2018 года. То есть где-то через месяц приблизительно у нас будет еще одна встреча. Ну, конец сентября, начало октября. У нас будет еще одна встреча, когда уже дом будет стоять. И тогда мы уже заходим и визуально проверяем, что все лампочки на месте, все вот эти... Галина, как они называются, вот эти лампочки в потолке? Точечный свет. Точечный свет, спасибо. Весь точечный свет на месте, ничего не упущено. Все выключатели, розетки, телевизионный кабель на том месте, где мы заказали. То есть все то, что находится за стенами. То есть вот эта вот стена, да, это как гипсокартон называется? Угу. Устанавливается. То есть вот все за гипсокартоном, за этой стеной. То есть то, чего мы не видим, но это все там уже проведено, все и все вот эти провода и так далее. То есть это мы уже увидим визуально. И для этого будет вторая у нас встреча. Если мои клиенты опять не смогут приехать на нее, буду присутствовать я. Для этого я сделаю все как бы видео, фотографии для них, чтобы они понимали, что все правильно, все идет по плану. То, за что они заплатили, они это получат. Что еще важного здесь сказать? Про сам этот дом, наверное, да, я немножко дам вам информации. Мы находимся в модели сейчас. Это дом 2777 квадратных фитов. Это в переводе на квадратный метр где-то 259 квадратных метров. Мои клиенты строят еще вторую хозяйскую спальню на втором этаже. То есть это будет в месте где-то 300 квадратных метров. Дом, значит, дома здесь строятся в пределах где-то, значит, 300 тысяч долларов. То есть почти 300 тысяч. Если вы добавите еще что-то, это может быть до 350 дойдет. Все в ваших руках, зависит от того, какую модель вы хотите. Ну, по ценам все модели, ну, здесь вот есть даже модели поменьше. Можно и за 225 построить, и за 237 тысяч, и за 245 тысяч. Ну, вот конкретно вот эта модель, она стоит в 300 тысяч долларов, плюс все, что вы сюда добавили. Моим клиентам дом обошелся приблизительно в 350 тысяч. То есть они строят один из самых небольших домов в этом конкретном комьюнити. Мы, наверное, с Галиной сейчас, как мы закончили здесь, она слила дом, вам показала. Мы, наверное, выйдем и просто вам покажем, как выглядит эта комьюнити, как идет стройка, чтобы вы немножечко снаружи это посмотрели, как это выглядит. Пока еще это новое и строящееся. Есть дома уже законченные, есть дома, которые еще находятся в процессе, и есть еще пустые куски земли, где еще будут строить дом. Всего здесь около, по-моему, 101 дом строится. На данный момент у них 50% уже застроено, и 50% еще находятся в процессе. То есть люди еще могут приходить и покупать. Как Галина сказала, мы находимся в Девинпорте, город Девинпорт. От Орландо это где-то приблизительно, ну, если мы берем центральную Орландо, приблизительно минут 40 езды. А так, в принципе, мы находимся, ну, в пределах 25-30 минут езды. Здесь хорошая очень связка дорог. Мы находимся рядом, есть такое место, плаза, где много ресторанчиков, магазинчиков. Называется Champions Gate. Это такое очень красивое место, туда приятно пойти, выпить чашечку кофе или пообедать, сходить на ланч. И так, о налогах. Так как мы находимся в каунте, которая называется провинция, которая называется Polk County, у них здесь налоги меньше. То есть на такой дом налоги будут в пределах 3 тысяч долларов, я бы сказала, в год. Ну, максимум 3,5. Если мы говорим о доме поменьше, то тогда будет в районе 2 700 приблизительно до 3 тысяч. Так что здесь налоги всегда дешевле, чем если бы это было Orange County или Orange провинция. Ну, я надеюсь, что я ответила на все вопросы. А есть вопрос у публики. Если человек захочет построить, купить такой дом за наличные, то вот на стадии начала строительства, сколько он должен будет заплатить? От, в процентах от стоимости, от полной стоимости? Могут быть проценты, это может быть 5% от стоимости дома. То есть, если, допустим, дом за 300 тысяч, они должны будут заплатить 15 тысяч долларов, просто положить депозит. И стройка начинается? Стройка начинается, да. То есть, всю окончательную сумму нужно будет внести только в самом конце, когда вы уже получаете свои ключи. А, вот даже так. Вам не надо платить все там, допустим, 300 тысяч долларов вперед. Только депозит. Некоторые застройщики разрешают 5 тысяч долларов депозит, некоторые разрешают 10 тысяч долларов депозит. Кто-то берет в процентном соотношении, могут взять 5-10 процентов депозит. Но это все такой момент, с которым мы можем договориться. То есть, это не то, что они сказали, и так и будет. Очень часто бывало, когда застройщик просил гораздо больше депозит, а я составляла контракт таким образом, что мой клиент платил гораздо меньше. И всю остальную сумму вносил уже по окончании строительства дома, когда уже был готов заезжать в него. Это касается как финансирования, так и наличных денег. То есть, без разницы, для всех условий одинаковы для того, чтобы начать строить дом. И такой дом строится сколько месяцев? Как правило, застройщики обещают 7 месяцев, 8 месяцев, иногда даже 9 месяцев, потому что мы зависим с вами все-таки от погоды и от Господа Бога, не без этого. Флорида, особенно когда у нас дождливый сезон, то многое приостанавливается, потому что многое нельзя делать и строить. Соответственно, когда вода и влажность, влажность у нас всегда, но когда еще дополнительная влажность, вот, но в пределах 7-9 месяцев вы получаете свой дом. Окей. Что-то я хотела сказать. Про H-O-A я хотела сказать. Я знаю, что обычно всегда спрашивают, сколько стоимость обслуживания этого комминити. Я сейчас не помню на данный момент, но мы сейчас на выходе, я уточню у агентов, которые здесь занимаются продажами, и мы вам расскажем чуть-чуть позже, сколько же здесь ячего есть. Кстати, здесь есть бассейн вообще? Нет, здесь нет бассейна, но здесь дома строятся на участках, которые позволяют вам построить бассейн сзади дома. Да, то есть достаточное место, чтобы построить свой собственный бассейн. Окей, ну тогда выходим. Да, да, мы сейчас проедемся по комминити, и заодно я узнаю, сколько стоит ячего здесь. Хочу еще раз обратить ваше внимание на материалы, из которых строится дом. То есть первый этаж – это блоки, второй этаж – это фрейм, то есть дерево. Ну, как правило, в Афлориге современные дома строятся именно по такой технологии. Так, сейчас мы с вами проедем немножко по комплексу. Вы посмотрите, вот это самый маленький домик перед вами, например. Вот такой в районе 230-240 тысяч будет стоить, ну, до 250, в зависимости от выбора, что вы сделаете. Вот, как бы, вы видите, что мы проезжаем. Уже люди некоторые живут в домах, некоторые дома готовят. К завершению. Вот, видите, пустые, есть еще лоты земли, где еще будут строить дома. Вот, начинают застройку, видите, укладывается фундамент. Я вернусь по этой же дороге, мы с той стороны это покажем еще раз. Так, строители кушают, вот им ланч сюда привозят. Это тоже неплохой бизнес, выездной ланч. Очень много, многие этим занимаются и вот так обслуживают. Вот, кстати, дом, который строят мои клиенты. Вот здесь его будут строить. Видите, уже привезли очень много блоков. А уже все готово, да? Да, блоков. То есть у них уже готова площадка, фундамент уже заложен. То есть вот именно после нашего сегодняшнего встречи нашей, как раз они начинают уже делать блоки, укладывать блоки и начинать строить конструкцию, самую главную дома. Для того, чтобы мы уже сделали вторую встречу, когда до того, как будет гипсокартон положен, чтобы мы проверили, все ли правильно, все ли кабеля правильно уложены, все ли там, я не знаю, световые моменты правильно сделаны и так далее. Ну и дальше сейчас мы просто проедем, мы проедем. Галина вам покажет немножечко комплекс. Если будут какие-то вопросы, пишите, мы всегда рады на них ответить. И по поводу H-Way. А, H-Way, да. Значит, 670 долларов в год. Один раз в год или там помесячно вам разбавят, но в сумме это получается 670 долларов в год. Здесь нет бассейна общего, здесь нет еще каких-то моментов, то есть все это вы можете, бассейн можете сами достроить, если это вам понадобится. Ну, комьюнити 670 долларов в год это очень дешево, но при этом они следят, чтобы здесь было все одинаково у всех, чтобы там соседский дом не был покрашен в розовый цвет какой-нибудь яркий, чтобы все было, ну, там, не знаю, классически, красиво, приемлемо, все смотрелось хорошо. Так что 670 долларов в год H-Way, это Home Owners Association, это то, что вот вы живете в этом комьюнити. Все, всем пока-пока. Если есть вопросы, пишите, мы будем рады. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Мы сейчас с Галиной вам покажем Champion's Gate. Champion's Gate это такое место, где много маленьких кафешек, небольших ресторанов. Такое место, куда можно прийти кофе попить. Здесь же есть и аптека, и магазин продуктовый, и заправка. То есть вот этот дом, который мы с вами смотрели, он как раз-таки в 10 минутах вот от этого места, что очень даже удобно, куда вы можете проехать, то есть не где-то на окраине, то есть здесь очень такое хорошее скопление всего необходимого. Есть и зубной врач, то есть здесь и врачи, и страховые агентства есть, как я сказала, и салоны. То есть можно сделать, например, и ногти, маникюр и так далее. То есть как бы все есть, даже включая Макдональдс, если кто-то все-таки его любит. Так что вот Publix это продуктовый магазин наш. Так что я просто хотела вам показать, как близко находится это здесь, и что именно находится от этого дома. Сейчас я сделаю разворот, мы с Калиной хотим все-таки подкрепиться. Подкрепиться, да, потому что у нас сейчас мы уезжаем в Тампу из Орландо. У нас там назначена встреча с экспертом по налогам. Я, по-моему, уже об этом сказалась вначале. И для вас запишем дополнительное видео с ответами на вопросы о налогообложении иностранцев, когда они покупают недвижимость и когда они ее, соответственно, продают. Так что я думаю, что будет видео вам очень полезно. Следите. Обязательно после этого выйдет вот именно то про налоги. Все. Всем всего хорошего. До свидания. Хорошего дня. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok